друзья всем добрый день я рада приветствовать вас на канале садовые зарисовки меня зовут татьяна сегодня я буду заниматься черенкованием крупнолистной гортензии сбежавшая невеста это ампельная форма гортензии которую я приобрела в этом году она мне очень понравилась и я хочу размножить ее чтобы в моем саду было ее много поэтому если вам это интересно оставайтесь со мной вот так выглядит куст моей гортензии она довольно растила уже хорошие длинные побеги я хочу снять с нее два пробега и сделать черенки побеги буду выбирать не сильно тонкие и не сильно толстые средние вот такой я выбрала побег оставлю от основания две почки и срежу и второй побег который я сейчас сниму также на черенки он тоже не сильно тонкий среднего размера также оставлю от основания две почки для черенкования я приготовила воду с фитоспорином черенки буду резать с двумя узлами один узел идет в грунт и 2 на поверхности снимаю листочки с первого узла делаю косой срез под углом 45 градусов уменьшаю листовую пластину и отправляю черенок фитоспорин фитоспорин я ложу черенки для профилактики всевозможных заболеваний фитоспорин это биологический фунгицид и со всеми черенками проделываю аналогичные манипуляции срезаю два узла уменьшаю листовую пластину и отправляю черенок фитоспорин под нижним узлом срез под углом 45 градусов снимаю листочки нижние верхний прямой срез над верхним узлом уменьшаю листовые пластины для уменьшения испарения влаги и отправляю фитоспорин ну вот я подготовила черенки оставляю фитоспорине примерно минут на 30 сама буду заниматься приготовлением почвосмеси у меня сегодня будет два варианта я хочу попробовать первый вариант это в речном песке обязательно речной песок так как карьерный песок содержит примеси вот я его просеяла там в речном песке много гальки песок конечно же должен быть чистый без всяких примесей карьерный песок содержит примеси и при поливе он цементирует почву поэтому его мы исключаем и второй вариант я буду пробовать черенкование в торфе я смешаю нейтральный торф и добавлю кислый так как все-таки сбежавшая невеста относится к крупнолистым гортензиям которые любят кислую почву также добавлю перлит вермикулит и буду черенковать в такую смесь вот такая рыхлая смесь у меня получилось это мой эксперимент я хочу для себя понять в чем лучше укореняется крупнолистная гортензия черенковать буду в кассеты кассету заполнила наполовину песком наполовину торфом пока я занималась приготовлением почвы смеси для черенкования черенки мои полежали в фитоспорении и я начинаю и ставить их на укоренение я применяю корнилин обмакиваю в корневине делаю углубление почвы смеси и аккуратненько опускаю черенок обжимаю вокруг черенка и аналогичным образом поступаю со всеми черенками обмакиваю черенок в корневине кассете делаю углубление аккуратно опускаю черенок в кассету и обжимаю вокруг черенка торф упустила очень важный момент по поводу увлажнения торфа и песка я слегка увлажнила эти смеси они должны быть влажными но и сильно мокрыми чтобы не произошло загнивание черенков этот момент очень важный и его нужно соблюдать музыка 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 и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, моя кассета полностью заполнена, и я ее отправляю в контейнер, где она будет стоять минимум 3 недели. Этот контейнер накрою крышкой. Здесь у меня поместилась еще одна кассета. Чтобы не отнимать ваше время, я сейчас сюда зачеренкую еще один сорт крупнолистной гортензии. Буду черенковать гортензию массе и отправлю их на укоренение. Ну вот, мои кассеты полностью заполнены. Я их отправляю в ящик и накрываю крышкой для поддержания постоянной влажности. Они будут стоять у меня на кухне, так как у нас очень жарко. А кухонное окно у меня выходит на западную сторону. Здесь уже у меня стоят черенки. Вот череночник так называемый мой. Я вижу здесь уже в пазухах листа проснулись почки. Это крупнолистные гортензии других сортов. Здесь даже ставила черенки без листочков. И я вижу, что почки проснулись. Я здесь черенковала 27 июля. Но еще проверять рано. Если вам интересно, что у меня получится, пишите в комментариях. Обязательно сниму. Через 3-4 недели покажу свой результат. Надеюсь, что укоренение пройдет удачно и все у меня получится. Друзья, ну а я на этом прощаюсь с вами. Спасибо всем, кто досмотрел меня до конца. Я буду очень благодарна всем, кто поддержит меня пальчиком вверх. Я хочу пожелать всем любителям цветов только красивых цветущих садов. Всего самого-самого доброго. Всем пока-пока. И надеюсь, до новых встреч.